привет вы снова на канале калифорния today очередное видео посвящено нашему путешествию вот мы тут опять за рулем это значит что мы не сидим дома и едем куда-то отдыхать ну или смотреть новые места в общем то мы так и делаем и выезжаем мы в пустыню вокруг риверсайд 90 километров от нашего дома час езды стали на пробку горячие источники да место знаменито тем что это hot springs там есть горячие источники геотермальные источники потому что рядом вулканы вулканы не только если смите но кажется у нас рядом со всем под боком в часе езды есть вулканы вау не вулканы там проходит этот разлом сан-андреас но помните тот который снят блокбастер вулканы тоже я читала ну хорошо пишите в комментариях действительно ли рядом с нами вулканы сан-андреас но и и а он и а Ура, мы приехали в деревню, тут очень ветрено, очень прикольно, потому что будет потепление резкое, 28 градусов завтра, я об этом и не знал. В общем, заняло у нас чуть больше часа, вот такой вот отель, больше похоже на мотель, ну короче, Илья, пойдем смотреть. Короче, мы на заселении, вот такая вот индиструктура ресепшн. Здесь все, как будто мы в скале. Народ, народ режется в путь. А здесь, судя по всему, кушаем, будет завтрак. 233 233 Прямо напротив бассейна вход, пошли смотреть. У-ла-ла, микроволновка есть. У-ла-ла, свет работает, друзья. У-ла-ла, у нас две кровати, ничего себе. По-моему, у нас должна была быть одна кровать, а будет две. И выход у нас на крышу. Вот такой вот номер. Какой парень. Но очень неплохой. Да. Но главное, что две кровати есть. Это, это, это не Беллажево, конечно. Что говорить вам? Ну, есть выход, где пить пиво. Слушай, пиво не пьешь? Да, я пиво не пью. Ну, ладно. Это у нас выход на улицу. Сраный у нас заезд. Так. Ну, чего, друзья? Мы, короче, заселились. Пойдем исследовать отель. Ну, и нужно что-то пообедать. Время 4 часа. Оставайтесь с нами. Пустыня Сахара. Практически. Нет, это пустыня Куачелла, где проходит фестиваль знаменитый, где народ курит и бухает. Вот так вот. А мы едем за пиццей. А между прочим, город Desert Hot Springs это первый город, который легализовал марекуану. Может быть, поэтому и проходит фестиваль здесь. Вот чего? Вероятно. Такой? Оторван. Оторван. Для оторванной молодежи. Да, здесь еще культивируют. Тут очень много мест, где выращивают эту запрещенную зеленую траву. Мы против наркотиков. Она теперь, да, не запрещенная, но мы против, да. Но мы против наркотиков. Мы против наркотиков, да. Мы за спорт. Мы за спорт, за здоровый образ жизни. ЗОЖ! ЗОЖ, друзья. И едем за пиццей, конечно же. Запивать будем кока-колой. Да. Шутка. Едем за пиццей. Как обычно в путешествии, мы берем такую простую еду. Не всегда она полезная. Ну вот мы взяли пиццу, как обычно. Причем у нас дети любят одну пиццу, другую другую. Поэтому у нас получается такой двойной бюджет. На все это дело выходит. А вот еще популярная сеть Такобелл. Ну там очень много всяких. Такос, бурритос. И в общем говоря, что очень вкусно. Не всегда может быть полезно, но очень вкусно. Поэтому если будет возможность у вас такая, попробуйте. Может вам и понравится. Вот такой вот горячий башень. Горячая вода? А пока башень не такой горячий тур. Не, там прохладная. А вот это горячая, реально горячая прикольная. Супер в общем, друзья. Супер. Чувствую себя как в популярные видео про обезьянок, которые сидят зимой. Японские обезьянки в горячей воде. Вот я точно так сейчас себя чувствую. Барбекю. Несмотря что сегодня воскресенье и многие американцы находят с ней дома, путешествуют. Они не забывают о своих воскреских традициях. И жарят барбекю прямо в отеле. Благо есть прям такие места специальные. И вот и пиво. Отдыхают. Жарят мясо. И в общем так вот проводят воскресное утро. Ну а вообще вот такие вот городишки, это даже не город, а деревни какие-то. Ну красивые деревни. Особенно центральные улицы. Вот не центральные улицы, но тоже красиво. Маленькие дома. И много-много мексиканских забегаловок. На фоне этого всего вот такие вот красивые, потрясающие городки. Ну вот по пути домой вот обнаружили тут больших динозавров. Вот такой вот большой диплодок. Просто здоровый. Громадные динозавры. Очень холодно. Да? Вымерли. Хороший коммерческий ход. Люди останавливаются с детьми посмотреть на динозавров. Ну и тут же пошли еще и перекусили. Ну в общем чего? Так и должно быть. Вот в Америке это больше всего. Подкупает то, что куда бы ты ни поехал, в какую бы деревню ты ни выброс, везде есть чего посмотреть и отдохнуть что ли. И это все будет цивилизованно культурно и не будет это стоить безумных денег. Вот и здесь остановили где-то посередине дороги. Большая там парковка, заправка, ефти перепустить. Красивый вид, горы со снегом, динозавры. И вот так везде. Вот куда бы ни поехал, везде это все. Вот именно в таком вот организованном, культурном провести время, остановиться. И не страшно никуда с детьми выбираться. Ты знаешь, что ты поедешь там и всегда можешь заправиться. Всегда можешь там, ну, если что-то случилось с машиной, ты можешь всегда ее отремонтировать. Ты можешь остановиться покушать, Переночевать в комфортных условиях. Ну, в общем, ваша зона комфорта не будет останавливаться только вашим домом. Ну, вот мы и возвращаемся домой. Отдохнувшими и уставшими. Потребуется еще отдых после отдыха. Ну, не суть. В общем, если понравилось видео, жмите палец вверх. Подписывайтесь. Ну и хорошего настроения. Всем пока-пока. И хорошей погоды. Чао.